Алло, Константа, добрый день. Алло, Константа, здравствуйте. Я вас компьютер покупал на прошлой неделе, если помните. Так вот, у нас проблема. Что-то с компьютером не то происходит. Вроде компьютер новый, но что-то как-то вот очень плохо он работает. В чем ваши проблемы, еще раз. Ну, смотрите, в работе вроде все нормально. А вот в играх, какую игру не включу, что-то все тупит. Даже танки. Мне нужна помощь или возвращайте деньги. Я все понял, не вы первый. Человек, вам считайте, уже выехал, но на самом деле ехать ему не надо. Давайте решим проблему элементарно. Посмотрите сейчас на ваш компьютер. Разверните его с той стороны и посмотрите, как у вас сзади все подключено. Вот разъем, который непосредственно идет от монитора, кабель. Он у вас подключен в горизонтальной плоскости или вертикальной. Вертикально. Вертикальный. Тогда, пожалуй, к вам мастер не приедет. Выключите компьютер. Теперь открутите этот кабель и подключите его в разъем ниже, но который идет горизонтально. Включайте компьютер. Ну, в общем, не буду занимать ваше время. Включайте игры, играйте, наслаждайтесь. Все, доброго, до свидания. Всем здравствуйте. Вот, примерно таким образом происходит каждый пятый звонок от наших клиентов. Имеется в виду тех, кто приобрел новый компьютер. Я, честно говоря, не понимаю, как опытный человек, опытный, я подразумеваю, этот человек, который, как минимум, уже пользовался компьютером. И, скорее всего, у него уже был до этого первый, там, второй, может быть, это у него уже, то, что он приобрел, уже третий или четвертый компьютер. Я не знаю, возраста наших непосредственно покупателей на это смотреть я же не буду в паспорт. Ну, к чему я? Я долго думал, как, в принципе, вот опытный человек может допустить такую детскую ошибку. И, с точки зрения логики, я нахожу проблему именно в том, что, как это происходит. Обычно человек, например, копит на компьютер, монитор у него остается старый. Неважно, какое у него разрешение, но старых мониторов зачастую есть только разъемы непосредственно в ЭГА. То есть, это вот такой синенький разъемчик, иногда он беленький, бывает черненький. Ну, сам факт, что это вот аналоговый сигнал, он называется ВЭГА, да? Что происходит с человеком, который купил новый компьютер? Он просто не парится, он берет этот разъем и подключает к новому компьютеру. То есть, человек берет кабель непосредственно, вот этот ВЭГА синий, и подключает его к компьютеру. Так он работает до определенного момента, пока не установил какие-то игры, и потом, если вдруг игра какая-то ресурсоемкая, он начинает замечать, что-то у него на максимальных настройках, на которые он рассчитывал и ради чего покупал новый компьютер, что-то у него не идет. Почему? Дело в том, что производитель видеокарт, будь то AMD или NVIDIA, прямым текстом, недвухсмысленно, дают понять, что если мы живем в 21 веке, в веке цифровых технологий, то ее сигнал надо подключать по цифре. То есть, для этого они придумали разъемы, ну, не имеются, да они, а в принципе существуют стандарты HDMI, как минимум, и DVI. Рассмотрим вот вариант самый простой, то есть, вот DVI, Digital Video Interface, цифровой видеоинтерфейс. Человек купил новый компьютер, да, у него, вот, как видите, есть только один разъем, и этот разъем находится не на видеокарте. Отсюда и проблема, почему у вас вступят все игры, потому что вы подключаете в видеокарту, которая встроена в сам процессор, а это лишь физический разъем на материнской плате. Соответственно, то есть, сюда выводится сигнал от видеокарты, встроенный в процессор. Спрашивается, а нафига вы тогда покупали видеокарту стоимостью, там, 10, 20, 30, 40 тысяч, если вы пользуетесь и подключаете монитор к встроенной. Логично? Логично. То есть, человек не заморачивается, он просто увидел, у меня же VGA, он подходит сюда, значит, все, надо сюда подключать. А если включить немножечко голову, то иногда в комплекте, не всегда, да, такая бывает проблема, идет переходничок. Это на тот случай, если у вас монитор действительно старый, идет вот такой переходничок с DVI на VGA. То есть, вы подключаете непосредственно вот этот переходничок в кабель, и потом уже надо включать не вот сюда вот, да, перпендикулярно, а вот, как я и говорил, горизонтально. То есть, вы сюда подключаете, и все. То есть, как минимум, вы хотя бы реализовали сигнал от видеокарты к монитору, и игры у вас уже кипить не будут. В идеале, конечно, убрать все вот эти вот лишние помехи, методы переходнички и прочее. Если есть монитор на вашем мониторе DVI или HDMI, конечно, лучше подключать по цифре, тут гадалки не ходи. Поэтому к вам огромная просьба, не совершайте детских ошибок. Будьте внимательны, когда вы подключаете ваш монитор к новому системному блоку. Запомните одно элементарное правило. Если у вас компьютер в стандартном ATX корпусе, имеется в виду, который расположен перпендикулярно Земле, вам надо в любом случае, там, вот 80-90% подключать монитор в разъем горизонтальный, то есть, который будет в горизонте. Вот эти разъемы ищите. Если такого разъема нет, ищите переходничок в комплекте. Да, он есть не всегда. Идете, покупаете в ближайшем супермаркете, он там стоит рублей 100-200. И тогда хотя бы вы сможете подключить старый монитор к новому компьютеру. Если же такового нету, имеется в виду, в комплекте переходничка, или там, купить нет возможности, посмотрите, какой у вас монитор. Возможно, он старый, но разъем цифровой у него есть, имеется в виду, DVI и HDMI. Тогда вы просто идете и покупаете этот кабель, опять же, в ближайшем супермаркете. Потому что производитель монитора всегда вкладывает в комплект только кабель самый простой и дешевый. Чаще это вот тот кабель, с которого я начал этот VGA, с этим синеньким, черненьким, беленьким разъемовым. Поэтому запомните, подключайте, когда надо, в горизонте. Если же у вас корпус хитрый, например, как был в нашем обзоре на константа Blue, и последующий был обзор тоже в кубике константа Daryl. То есть, когда материнская плата сама по себе располагалась не вот, как обычно, вот таким вот образом, имеется в виду, перпендикулярная земля, она располагалась в горизонте. И тогда видеокарта в нее включалась вот так вот. И тогда, да, вот в таких случаях действительно подключаться бы пришлось вот тоже вот так вот, как вот сейчас вот ошибочно подключился бы каждый пятый, наверное, пользователь. Вот чтобы этого не было, просто включайте голову и смотрите, что материнская плата, ее легко просто распознать, имеется в виду, куда вы подключаете. У нее разъемы есть от звуковой карты, от сетевой. Если рядом расположен вот на этой же вот плашке разъем там DVI или VGA, значит, это уже прямой сигнал о том, что вы подключаете не туда. Вот, ищите разъемы, которые ниже. Ну, или рядом, но которые не имеют никакого отношения к звуковой карте. И тогда проблем не будет. Не совершайте детских ошибок. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok